Девушки отдыхают Тидлис из Австралии И создал себе страничку в инстаграме Что делает этот товарищ? Дело в том, что он ведет стримы, записывает видео И как я узнала, у него даже есть Девушка, как у них там гусы В общем, я не знаю Которая живет сейчас в Италии В общем, они как-то посредством интернета Между собой общаются Я надеюсь, что у них все будет хорошо Совсем скоро, но это не точно И, кстати, очень много крутых видео записывает Сам гусь Ну, в общем, очень весело и позитивно Если ты хочешь поднять себе настроение Обязательно заходи на его страничку Ставь лайк и подписывайся Также еще можно оставить комментарии Мне очень нравится в костюме Звездные войны Тут, пожалуйста, очень весело, позитивно И передает он всем нам привет Ну что ж, друзья, есть еще у меня Одна классная новость для вас Дело в том, что завтра, в пятницу Состоится долгожданный интерактив Кахут Потому что вы пишите мне в личку Таня, ну скажи, ну когда же будет Кахут? Вы пишите в нашем чате в группе во Вконтакте Когда Кахут? Верните Кахут Возвращаем по пятницам Все стабильно, друзья мои Так вот, подарок на этой неделе будет очень крутой Дело в том, что кто-то из вас уже завтра Получит вот эту вот настольную игру Взрывные котята Если думаешь, что в ней такого классного и интересного Я тебе расскажу, что это не просто игра Это рекордсмен в настольном мире Между прочим, она стала самым популярным проектом За всю историю кронфандинговой платформы Кикстартер Причем и по количеству собранных денег И по числу людей, пожелавших поддержать этот проект Дело в том, что создатель попросил у сообщества Всего лишь 10 тысяч долларов Скажем, для старта Но дело в том, что на сегодняшний день На счету у компании более 4 миллионов долларов А вот этот вот проект поддержало более 107 тысяч человек Дело в том, что 100% финансирования было собрано всего лишь за 20 минут Вот такая вот игра И, кстати, тут написано, что для того, чтобы понять вообще, как в нее играть Вам понадобится 2 минуты, а сама игра займет 15 Тут, кстати, мне очень понравилось Тут есть волосатая кошка-картошка Я же прям бы открыла и посмотрела Но нет, друзья, откроет кто-то завтра Кто выиграет эту игру в нашем интерактиве Ну что же, а вот что же еще интересного, вкусненького и классного мы для вас подготовили Вы узнаете прямо сейчас Сегодня в программе Хватит забывать пароли Давай, наконец, решим эту проблему И придумаем простой, но надежный способ Хранить пароли ото всех сайтов Лето не за горами А значит, купальный сезон начнется совсем скоро Как вести себя на воде Разберемся вместе с нашими гостями Осторожно, опасная жвачка Как она может испортить твою репутацию И почему каждый любитель пластинок Должен иметь при себе салфетку Разберемся А в финале программы мы расскажем тебе историю Инста-историю За 15 секунд и по всем правилам соцсетей Это пин-код Смотри, не пропусти Друзья, я должна вас предупредить Дело в том, что в интернете Нас подстерегает огромное количество мошенников В социальных сетях, на различных сайтах И даже на нашей электронной почте И в связи с пандемией мошенники активно используют Тему коронавируса для своих обманов И на самом деле, если вы думаете, что на вашу почту не прилетали такие письма То вы ошибаетесь Кстати, в спам, слава богу, некоторые из них отправляются Давайте я увеличу, чтобы вы видели И совсем недавно на почту программы Пин-код Пришло на первый взгляд безобидное сообщение От какой-то швейной фабрики Но как только мы его открыли, мы увидели различные ссылки Какие-то кнопки В общем, все непонятно, для чего это нужно И более того, приходят сообщения Знаете, где, например, тебе предлагают Купить антисептик, купить перчатки Узнать карту распространения вируса В данный момент В общем, вот такая вот информация И как только ты куда-нибудь кликнешь Или перейдешь по ссылочке То автоматически на ваше электронное устройство Скачивается вредоносная программа Которая может Ну, в общем, ничего хорошего она вам не сделает Она может удалить все пароли Она может очистить ваши все файлы Удалить фотки и так далее Но вы понимаете, что может случиться Когда программа, скажем, снямкает все ваши пароли Потом какой-нибудь мошенничек скажет Давай денежку, а я тебе все расскажу Все твои пароли верну Так что, между прочим, вот такие вот сообщения Приходят не только от неизвестных Но даже ваши друзья в социальных сетях Могут отправить вам сообщение Мол, поддержи меня в каком-то конкурсе Или перейди по ссылке И будет тебе счастье Но если вы не то чтобы не доверяете Но если у вас вдруг доля сомнения есть Переходить по этой ссылке или не переходить Напишите этому человеку На самом деле у меня тоже недавно пришло такое послание От моей знакомой Которое мне пишет раз там, может быть, в пятилетку Но я решила уточнить Она это написала или не она Выяснила, что девочку взломали И мошенник уже всем рассылал письма А вы понимаете, что может быть после перехода посылки Кстати, друзья мои Про вот такие вот нетипичные истории в интернете Если с вами что-то случалось А я более чем уверена С вами что-то случалось в интернете Расскажите нам под вот этим вот постом Здесь есть интерактив Также есть голосование Ты когда-нибудь забывала пароль? Была один раз Постоянно путаю свои пароли Постоянно путаю свои пароли Или всегда помню Тоже голосуй И, кстати, истории, друзья мои Не забывайте отправлять Потому что, возможно, ваша история Станет темой нашего следующего сюжета Потому что кто управляет нашим эфиром? Вы, друзья, управляете нашими эфирами Поэтому прямо сейчас Го в нашу официальную группу во Вконтакте И оставляйте свои интересные истории Но вот темой для нашего следующего видео Послужила такая ситуация Которая я более чем уверена Она случалась с каждым из нас Давай смотреть Знакомая ситуация Забываешь пароль Восстанавливаешь Придумываешь новый И снова его забываешь Чтобы избежать этой проблемы Многие изобретают гениальные решения И создают одинаковый пароль Для всех сайтов Вот только теперь, если злоумышленник Узнает этот один-единственный пароль То легко получит доступ Ко всем вашим профилям и страничкам Ой, да никто твой пароль не взломает Ты же надежный придумала А вот эту надежность мы сейчас и проверим Заходим на сайт HowSecureIsMyPassword И вводим свой гениальный пароль Система тут же просчитывает Сколько времени понадобится компьютеру Чтобы нас взломать Мгновение А если так, две минуты Вполне возможно, что ваш оригинальный пароль Давно входит в десятку самых распространенных И даже неопытный хакер взломает его за считанные минуты И вот наша почта, инстаграм, тикток, электронный дневник И даже аккаунт на китайском сайте В распоряжении мошенника Чтобы этого не произошло Навсегда забываем о том, что можно использовать единый пароль Для каждой социальной сети и сайта Придумываем свой Сложный и надежный Как его создать и запомнить Я расскажу в следующий раз А сейчас давайте разберемся Как не забыть и не потерять пароли Которые у нас уже имеются Первый вариант — это всевозможные менеджеры паролей Работают они очень просто Устанавливаем на телефон приложение Например, OnePassword И сохраняем в системе все свои пароли Теперь они будут под надежной защитой Мастер пароля, который мы придумаем и запомним Но если вы не доверяете подобным приложениям То храните пароли в блокноте Бумажном или виртуальном — неважно А чтобы сохранить секретность Используйте один трюк Вам нужно придумать и запомнить комбинацию символов Которая будет использоваться во всех паролях Придумали? Отлично! А теперь записываем на бумаге все пароли Но не целиком, а без этой секретной комбинации Например, моя секретная комбинация — пин-код Я создаю пять разных паролей с использованием этого слова Но записываю только те части пароля, которые меняются И теперь, если кто-то найдет блокнот с записями Он не сможет ими воспользоваться Потому что главная часть пароля находится в самом надежном месте Попробуйте оба этих способа И решите, какой из них понравится вам больше Ну а в следующий раз мы научимся создавать уникальные пароли Которые невозможно взломать, легко придумать и трудно забыть До новых встреч! Чтобы создать безопасный пароль, вам нужно использовать где-то символов 8 Но у меня была история немножко другая Я забыла пароль от своей карты, банковской карты А там всего лишь 4 цифры Причем, когда я получила эту карту, мне казалось, что пароль настолько легкий Что даже не стоит его нигде записывать И вот этот вот листок с паролем я тоже выбросила Но спустя буквально несколько месяцев, вот знаете, как бывает Вот просто вылетела информация Вот то же самое случилось со мной Я решила поменять эту карту И вот когда я шла за новой картой, я вспомнила свой старый пароль Бинго! Ладно, давайте посмотрим, какие ситуации случались с тобой в интернете Потому что вы уже присылаете свои сообщения Кстати, можете их писать прямо сейчас Тайя Володько говорит, что бывает, когда переспрашивают пароль в Инстаграме И ВКонтакте и так далее тоже иногда она забывает Тайя, я надеюсь, что после советов Кати Додеркиной ты точно будешь помнить свои пароли Я в том числе Ксюша нам пишет Было дело, один раз мы страницу заморозили на несколько дней Из-за того, что я распространяю какую-то информацию Но я ничего не распространяла То есть вот тут видите, да, какая история происходит Скорее всего, мошенники зашли на Ксюшину страницу Ее взломали, а потом начали распространять спам Переходя по ссылке которого Что они получали? Выгоду Двигаемся дальше Екатерина, мне часто присылают спам, я его игнорирую Правильно, вот прям сразу его можно удалять и не обращать на него внимания, это круто Анастасия нам говорит Однажды я зашла на свою страницу ВКонтакте Потом зашла в сообщение И увидела, что писала и скидывала какую-то ссылку незнакомым взрослым людям Конечно же, я ничего не писала Стало очень страшно и очень быстро удалила свою страницу Настя, а удалять не обязательно Можно просто оперативно поменять пароль И не только вот на, где там тебе ВКонтакте, да, писали сообщение А и желательно там на почте и вообще везде Просто везде сделать такой полный апгрейд Полностью поменять везде Паша нам пишет Мою страницу взламывали один раз, но я ее восстановила И кстати, знаете, что по поводу восстановления Личная история была, что, например, в том же самом Инстаграме Восстановить страницу не так-то и просто Если вас взломали, вам нужно будет Это хорошо, если с первого раза вам ответит служба поддержки Но чаще всего в Инстаграме нужно вот прям, знаете, стучать, стучать, стучать И на миллионный раз вам отвечает служба поддержки Так что я к чему? Что вам нужно будет выждать какое-то время А без социальных сетей мы не можем жить без социальных сетей Есть еще история от Ани Колбун Она говорит просто, вот мне кажется, так Ох, вот как-то так Это моя вечная проблема Особенно с этой соцсетью Я так понимаю, раз она пишет ВКонтакте Значит, это во ВКонтакте ВКонтакте у меня около пяти страниц Ань, зачем? Зачем тебе пять страниц? Ну да ладно, это уже твои вопросы Хотя самое смешное, что вроде вводила правильный пароль Даже перепроверяла Но все равно не получалось Из-за этого приходилось создавать новую страницу А, вот почему Тогда понятно Один раз замораживали на две недели Но я не поняла, за что меня заморозили Поэтому еще одну страницу создала И так в итоге целых пять страниц Так, ну что ж, давайте посмотрим, как вы голосовали Потому что все-таки предыдущее видео от Кати Нодаркина У нас было про пароли Я честно призналась уже вам Что я пароли было дело забываю Поэтому я, наверное, выберу Что я постоянно путаю свои пароли Смотрите, что мы видим Большинство Было один раз Вот так Вот ответило большинство На втором месте Ответ по популярности Постоянно путаю свои пароли И все-таки есть Есть те люди Вы красавчики Просто лайк От меня вам, ребята Которые всегда помнят свои пароли Ну что ж, друзья Я напомню, что свои истории Вы можете писать под вот этим вот постом Что-то я зачитаю Что-то увидят наши редакторы И, возможно, твоя история Станет темой нашего следующего выпуска Про безопасность в сети Вот, ну что ж А сейчас я предлагаю прерваться На небольшую рекламную паузу После которой мы, наконец-таки, выясним Где и, самое главное Как безопасно открывать плавательный и купательный сезон Оставайтесь с нами Обязательно дождись Температура воздуха с каждым днем становится все выше За солнышко греет все теплее И мне так кажется, что купальный сезон все-таки не за горами Но вот, ребят, как вести себя на водоеме Какие правила нужно знать Давайте прямо сейчас выясним с нашими гостями У начальника спасательной станции Комсомольское озеро Дениса Чишуна И матрос спасателя спасательной станции Комсомольское озеро Павла Лилевича И я сейчас это и выясню Здравствуйте Здравствуйте Друзья мои, ну смотрите Несмотря на то, что на календаре уже Еще точнее май Уже, в принципе, погода нас порадовала Тепленькими денечками Но вот как понять Можно лезть в воду Или еще все-таки нужно подождать? Ну она и теплыми, и холодными порадовала Ну был, если в прошлой неделе вспомнить, как было хорошо Ну, согласен Забыли про снег в понедельник? Забыли? Ну, еще все-таки рановато лезть в воду Она у нас холодная На сегодняшний день она составляет В водоемах спокойных То есть это где нет течения объемного Но всего лишь 9 градусов Ой-ой, это прям для моржей То есть, ну да Я думаю, что наша аудитория еще не подготовлена Для таких экстренных ситуаций Для купания А где вообще есть нормы для открытия купального сезона? Ну, нормы существуют у нас Во-первых, подготовка должна купальных К купальному сезону мы подготавливаемся То есть это оборудованные места у нас имеются Это зоны пляжа, где выставляются буи Там выставляются песочницы, горки Все выставляется, все подготавливается, все очищается И после этого мы только сдаемся и открываем купальный сезон А температура воздуха, ой, воздуха воды какая должна быть? Воздуха воды, вода должна быть минимум 15 градусов А вот вы сказали про буйки Какой принцип вообще буйков? Для чего они нужны? Да, понятное дело, все говорят за буйки не заплывать Но, тем не менее, зачем они нужны? Павел, может, вы расскажете? Ну, буйки необходимы в первую очередь для того, чтобы люди, отдыхающие на пляже, понимали Именно ту конкретную зону, где они могут безопасно провести свой отдых в воде А вот если там, не знаю, 20 сантиметров за буйком, все? Не все Красная зона? Нет, она, да, на самом деле это красная зона, потому что там катера И там вот, чтобы все понимали, вот то же самое, что пешеходный переход Вот мы в определенном месте переходим, и там безопасно Вот и буи для этого существуют, чтобы это было безопасно А какая-то глубина определенная есть? Да, выставляется глубина определенная, то есть, если это взрослые, они делятся взрослые, детская зона То есть, это все делится Сейчас вы сказали, лягушатник, да? Ну, да, лягушатник, но зато это безопасно, и причем в лягушатнике мы встречаем 16 лет, когда ребятам по 2 метра ростами, ему очень весело Там вода теплее, так То есть, выставляется взрослая зона, это метр 80, и детская зона, что составляет метр 20 Ну, давайте разбираться, как все-таки вести себя на воде летом Итак, вот первый пункт наших правил, да, это купаться можно только в разрешенных местах в присутствии взрослых Ну, смотрите, такая история Приехали мы в деревню, где протекает прекрасно чистейшая река, или там шикарное озеро Как узнать, разрешено здесь купаться или нет? Ну, во-первых, это размещено на всех сайтах Минска-освода, да, то есть там во всех регионах есть сайты освода Там можно узнать информацию, где можно Это первое Второе, вы увидите визуально даже, что можно или нельзя А как мы увидим визуально? То есть, если буйки есть, присутствуют, есть раздевалки специальные, есть душевые специальные Значит, это место оборудовано для купания И есть профессиональные спасатели, которых видно сдалека И они очень веселые и очень бывают злые Павел, вы очень веселый и очень злой Одновременно и так, и так Хорошо, если мы не видим ни буйков, ни раздевалок, получается нельзя? Нельзя Хорошо, если, например, мы видим вот такой вот знак, то есть купание запрещено Ну, это понятно, да, купание запрещено, но у нас же вопрос Почему? У нас не то, что вопрос, у нас просто интерес А, запрещено, значит, можно Ну, потому что эта зона, значит, она была опасная, либо есть опасная Там может быть сильное течение, там может быть яма, там может быть водовороты, там водоросли, все что угодно там может быть А химические отходы, то есть? Нет Это не к этому знаку Хорошо, а если мы захотим там ножки помочить, что нам грозит? Вот с таким вот знаком С таким знаком, я думаю, если вы только ножки помочите, вас просто попросят выйти и объяснят вам правила поведения на воде и где можно Кстати, тут еще вот написано в первом пункте правил, что купаться можно в присутствии взрослых А если нам уже кажется, что мы взрослые? Взрослые у нас находятся возле воды только с 14 лет самостоятельно, до 14 лет должны быть сопровождение взрослых, которым является 18 лет Если таких уже граждан все-таки видим на воде, уже Павел может дальше рассказать, что с ним Если вдруг, Павел, вы такой идиоте и видите подозрительный товарищ, вы у него спросите там документы, возраст? Ну, конечно, мы подходим либо на катере, либо пешком к таким гражданам, интересуемся, есть ли с ними родители, сколько им лет А вы, кстати, вот вы на вышке сидите с биноклем или на катере рассекаете? Да, есть непосредственно на самой спасательной станции вышка смотровая, где находится с самого утра до вечера Люди, профессионалы, которые с биноклем всю акваторию поблизости от спасательной станции осматривают, контролируют, в случае чего подают сигнал тревоги А как вы, кстати, подаете сигнал, чтобы вас услышали другие спасатели? Звоните в рупор В рупор можем позвонить, если это выдвижной пост на пляже находится, тогда позвонку Хорошо, двигаемся дальше Второй пункт, нельзя нырять в незнакомых местах, на дне могут оказаться бревна, камни, коряги, стекла Но если нам очень хочется, хочется нырнуть, что делать-то? Хочется, не стоит рисковать своим здоровьем, своей жизнью, есть для этого специально оборудованные бассейны Можно поехать в бассейн попрыгаться, это все очень чревато Сталкиваемся очень часто, особенно с травмами ключиц Прыгают, ударяются одной головой и после этого ребенок травмируется и уже мы оказываем помощь Даже если вы убедились в том, что там все-таки глубоко и там нельзя, ну, можно прыгнуть, мне хватит два роста Не забываем про то, что это водоем и может плыть какое-нибудь бревно И вы его не видите Хорошо, а есть какой-то способ, как проверить, я не знаю, палку взять, пощупать, все ли нормально на дне? Ну, способы, да, можно там прощупать Отправить друга, давай проверь, пожалуйста, я подержу тебя Чаще всего у нас так и бывает, а ты проверь, а я постою, посмотрю Нет, друзья, да, это шутки, так делать не нужно Да, то есть даже если вы убедитесь в том, что там все-таки позволяет, глубина, не стоит этого делать Потому что, во-первых, резкий перепад температуры, вы разогреты Сверху вода теплая, снизу она-то холодная К сожалению И да, к сожалению, может наступить судорога Вот оно что, хорошо, разобрались Давайте третий пункт разберем Не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли и цина Цина! Цина! Возможно, какая-то цина, там тоже есть Но смотрите, если с бревнами, мы все поняли, да, можно удариться Водоросли вроде не опасные, не ударишься Одни вот как раз-таки очень сильно опасные, да, то есть о них не ударишься Вопросов нет, но в них запутаешься И очень сильно запутаешься К примеру, там, в волейбольную сетку, если на кого-то накинуть И завернуть его, попросить выбраться, то он самостоятельно не выберется Паша, вы когда-нибудь доставали кого-нибудь или что-нибудь из тины, из водорослей? Да, на нашем пляже на Комсомольском озере Люди запутываются? Дети маленькие, да, не хватает просто сил в воде То есть они, я так понимаю, где-то в запрещенных окрестностях озера Да, там, получается, не в пляжной зоне они купались Хорошо, давайте двигаться дальше Четвертый пункт Не стоит затевать игру, где в шутку надо топить друга Да, вот есть такая вот так себе игра Сколько секунд вообще подросток может находиться без кислорода, то есть под водой? Ну, по секундам... Ну, минут, я не знаю, какое время Патология человека, она разная, но есть регламент, то есть это 5 минут Что может находиться любой человек, ребенок, взрослый, без сознания, то есть это остановка сердца И после 5 минут уже необратимые последствия с организмом происходят То есть даже он может остаться живой, запустят ему сердце, но, к сожалению, у него какие-то будут патологии Паша, а вот как часто приходится спасать кого-то, я не знаю, доставать, вытягивать, на лодке подъезжать? В летний купальный сезон по всей стране каждый день нашим сотрудникам приходится оказывать помощь и непосредственно спасать Так, а что происходит? Люди не рассчитывают свои силы, когда, знаете, до пляжа доплыл, а потом тяжело не могу, достаньте Да, есть такие случаи, очень часто это алкоголь, люди под влиянием алкоголя не оценивают свои физические силы Ну и чаще это все-таки баловство, то есть доводится до того, что баловство и слабо Вот, так что да, никаких игр на воде быть не может, не надо никого брать на слабо Ну просто на слабо мы сталкивались с такой ситуацией, что была девочка, 15 лет, была компания У подруги, по-моему, был день рождения, родителям было сказано, что они едут в Макдональдс Но они оказались у нас на озере И компания слабо до буйка доплыть, а девочка оказалась, что вообще не умеет плавать И? И она каким-то образом все-таки до буйка дошла И повисла на буйке, и помогите, все, мы выезжали, уже оказывали ей помощь И вот где были эти друзья? А друзья сразу убежали, то есть сразу они на берегу Мы вот попросили, она у нас старшая, чтобы она там померила глубину Мы ей не говорили, чтобы она туда была Измерители, друзья мои, смотрите на таблички Мне кажется, службы для вас специально пишут вот эти вот обозначения Сколько там, метр, два, три, подойдите к спасателю Они вам тоже скажут всю точную информацию, какая там четкая глубина Кстати, в нашей группе во Вконтакте мы разместили пост Рискнули бы вы своей жизнью, я так понимаю, ради кого-то Кстати, есть голосовалка, да или нет, тоже выбирайте ответ Есть пару историй, ну вот, кстати, вы такие вот умные, взрослые вещи пишете Вот Павел, например, напишет Даже если ты не умеешь или не знаешь, как поступить или как спасти Попробуй, потому что не попробуешь, не узнаешь Но, друзья мои, как мы уже сегодня сказали, рассчитывайте, пожалуйста, свои силы Потому что если вы их вдруг не рассчитаете, то помощь понадобится не одному, а второму, третьему И, в общем, нужно будет спасать всех Кстати, была ситуация не так давно, на прошлой неделе, если не ошибаюсь, двое студентов Решили устроить себе барбекю-пад, потому что купальный сезон еще не открылся А вот ребята уже решили открыть себе, я даже не знаю, понтонный сезон, как правильно его даже назвать В общем, они забрались на понтон, который, как я читала, он был в аварийном состоянии И, в общем, вечеринки, вечеринка не состоялась, к сожалению, потому что понтон начал тонуть И слава богу, что их увидели спасатели, которые находились в полкилометре от них Они их как-то, каким-то образом вытащили на берег Как они туда попали? Вот у меня один вопрос Компания, они решили пожарить шашлык и половить рыбу с этого понтона Этот понтон оторвался, он был привязанный, но он был аварийный То есть даже на фотографиях видно, что он наполовину затопленный И поднялся ветер сильный, их просто оторвало и унесло А, вот оно, что они где-то возле берега на него напрыгнули? Да, они возле берега зашли на него, думали, что безопасно Опять же, пришлось выезжать и уже оказывать помощь Приятного, мало, друзья, так делать не нужно Но вот, а что вы можете сделать? Вы можете помочь, мало ли, вдруг кому-то стало плохо в воде или уже на суше Денис, давайте продемонстрируем, что же нам делать, если вдруг мы видим, кому-то плохо У нас есть демонстратор, да, пожалуйста, вот такая вот кукла То есть, ну, допустим, ситуация, что вы достали человека на берег, он без сознания Первое, что надо проверить, у него пульс все-таки То есть, если это маленький ребенок, пульс проверяется Если уже пульса нету, то сразу первым делом, что это набрать 103 Сообщить медикам о том, что где вы находитесь, что произошло, что произошла остановка сердца Проиваются революционные мероприятия, требуется помощь медиков профессиональных Они уже будут к вам ехать Вы готовите пострадавшего уже к реанимации То есть, проверили пульс, поняли, что нету его Делается маленький валик, в данном случае это ребеночек будет Ребеночек можно пальчиками под лопатки Под лопатки, так Между лопаток вставляете свои маленькие пальчики Приподнимается ему грудную клетку, чтобы легкие у нас, получается, разворачиваются В левой стороне, если на нем будет одежда, то она вся разрывается Не экономим То есть, все рвется Ваш пострадавший готов к реанимации Сердце ребенку качается пальцами Взрослым качается все-таки руками Качаем пальчиками В левой стороне у нас сердечко находится полтора сантиметра От сосковой линии сосок Борода, пуп Две прямые, где они пересекаются, там, в левую сторону, на полтора сантиметра Качаем После этого пять раз нажали ребеночку Делается искусственная вентиляция легких Ложится платочек какой-то Помним о своей безопасности, потому что могут чем-то болеть И дети, и взрослые Ложится платочек Ребенку закрывается полностью своим ртом И нос, и рот Взрослому будет закрываться только рот Дуется в него один раз Как вы дышите, так и вдыхаете в пострадавшего И делайте это все до приезда медиков профессиональных Без остановки Все, понятно Но самое главное, как я понимаю, лучше, молниеносно набрать 101, 103 И все-таки попросить, чтобы приехали спасатели Да, если вы видите ситуацию о том, что кто-то тонет, там, просит о помощи Вы первым делом все-таки, даже если вы будучи уверены в своих силах Наберите все-таки 101 101 сразу передаст информацию Либо нам, либо сами выедут Вызовут бригаду скорой помощи Уже самостоятельно на данный адрес То есть вам уже меньше проблем будет И если уже все-таки и вам понадобится помощь, и вас способны Все, спасибо вам огромное за то, что пришли Рассказали, как нашим зрителям подготовиться к купальному сезону И как все-таки плавать правильно Но мы прервемся на небольшую рекламную паузу После которой свежий выпуск этикета от Кати Додеркиной Дождись Это Вин Год, мы продолжаем Друзья мои, за моей спиной многие уже успели разглядеть Человечка, кто же это такой Это известный футболист, а также именитый тренер Алекс Фергюсон Но чем же он знаменит? Дело в том, что за всю свою футбольную карьеру Он сживал три, господи, я уже даже забыла сколько Более трех тысяч упаковок жевательной резинки И между прочим, одна жевательная резинка Которую болельщик поднял после матча Улетела с молотка на аукционе Внимание, за полмиллиона долларов Вот это вот творение купили Да-да, хотя за эти деньги можно было производство Мне кажется, жевательное настроить Но вся эта информация взбудоражила Мою коллегу Катю Додеркину И поэтому она решила рассказать, как же жевать жвачку вообще Ее можно жевать или нет Давай смотреть В детстве я очень любила одну рекламу жевательной резинки Вот эту Можно было бесконечно смотреть на то, как главные герои надувают огромные пузыри Вот только в реальной жизни повторить такой трюк у меня так и не вышло Попробуй языком вначале получать жвачку просто вперед Да, сложнее, чем ядерная физика Нет Ну ты ее не выталкивай изо рта Ты ее придерживай там зубами Нет Это безнадежно Я понял И это к лучшему Через несколько лет я узнала, что надувание пузырей Это не культурное занятие Да и сама жевательная резинка с точки зрения этикета Штука очень опасная Вот проведите простой эксперимент Возьмите в рот жевательную резинку Подойдите к зеркалу И понаблюдайте, как вы выглядите с двигающейся вперед-назад челюстью Уверены, что хотите показаться в обществе в таком виде? Конечно, с толку нас сбивают рекламные ролики Где даже перед тем, как поцеловаться Молодые люди отправляют в рот пару жевательных резинок Вот только на деле это не имеет ничего общего с этикетом И, кстати, целоваться с жвачкой во рту очень неудобно Просто поверьте на слово Жевательная резинка – это всего лишь гигиеническое средство Такое же, как зубная щетка, нить или зубочистка То есть эти мятные подушечки нужны для того, чтобы очистить зубы после еды Во всех остальных случаях освежать дыхание не нужно Если же вас беспокоит неприятный запах изо рта Тем более не пытайтесь демаскировать его бананово-мятным вкусом Обратитесь к стоматологу Проблему нужно решать, а жвачкой нужно сделать только хуже Будем считать, что мы договорились использовать мятные пластинки только после еды Договорились же? Тогда давайте разбираться, как делать это правильно В отличие от зубочистки, которой нельзя пользоваться за столом Жевательную резинку вы можете забросить в рот сразу после обеда Но сделать это нужно незаметно, то есть не привлекая внимания Жуем мы с закрытым ртом Не чавкаем и вообще не подаем вида, что решили освежить дыхание В идеале потренироваться этому трюку дома перед зеркалом Жевать пластинку более 10 минут не только бесполезно, но и вредно Так что не увлекаемся Но прежде чем выбросить резинку, обязательно заворачиваем ее в фольгу или бумажную салфетку И, конечно, никогда Ни за что Ни при каких обстоятельствах Не оставляем жвачку на тарелке, под стулом, под столом или на полу Договорились? На сегодня это все жевательные правила Постарайтесь соблюдать их, ведь именно из таких мелочей складывается образ культурного человека Встретимся через неделю и продолжим разбираться в сложностях этикета Кстати, если вам есть о чем спросить, напишите нашу группу в ВКонтакте Я тут вот о чем подумала Если взять две жевательные резинки, запихнуть их в рот, надуть большой пузырь и записать это все на видео То получится очень неплоха инста-стори А вот как твою инста-стори сделать популярной, расскажет Кристина Джунько Давай смотреть Сейчас люди все меньше хотят тратить времени на вычетку постов А предпочитают смотреть 15-секундные информативные сторис Бытует мнение, что сторис созданы специально для настоящего и невылизанного контента Часто многим блогерам не подходит та или иная фотография по свету и цвету Но так хочется ее выгрузить, поэтому они загружают ее в инста-сторис Если же это какое-то очень дорогое для вас событие или интересный контент Или, может быть, это целая часть одного сериала То обязательно загрузите их в хайлайтс Что такое хайлайтс? Хайлайтс — это актуальные и вечные сторис Ты, кстати, их тоже можешь разделить на рубрики, чтобы твоим подписчикам было легче ориентироваться в блоге Вот, например, ты на летних каникулах, ты в школе или ты на спортивной секции Не забывай в своих сторисах использовать также геолокацию и хэштеги Но, кстати, если вдруг они не совсем вписываются в общую концепцию этого 15-секундного ролика Ты можешь уменьшить их до невидимых размеров Таким образом они останутся, но их видно никому не будет Обязательно отслеживайте свою статистику по сторисам Так вы можете увидеть реальное количество людей, которые отреагировали на ваш контент Более того, это будет актуально для тех, кто дает рекламу в своем блоге Потому что именно по кликам вы можете отследить количество переходов А что такое гифки? Гифки — это такой еще один инструмент для того, чтобы твои сторис были еще ярче и привлекательнее И они, кстати, добавляют определенные эмоциональные составляющие к некоторым иногда абсолютно скучным фоткам Инстасторис напрямую направлен на быстрое и простое вовлечение твоих подписчиков Потому что гораздо проще кликнуть «да» или «нет», чем выписывать огромные комментарии Проводи опросы, задавай вопросы Также используй различного рода голосования и активничай вместе со своей аудиторией Таким образом у тебя не только увеличатся охваты, но и наладится контакт с подписчиками Очень важно после каждой активности давать обратную связь своим подписчикам Что постить в сторис? Часто у тебя нет годного контента для самого аккаунта, но куча всякой информации для инстасторис Поэтому не останавливайся, не прерывай свою активность и загружай, и рассказывай все в этих маленьких 15-секундных роликах Но я бы рекомендовала делать не более 5-10 сторис в день Так, конечно, то будете как Бузова, мне кажется, пока все сторисы пересмотришь, забудешь вообще, что публиковалось ранее Я, кстати, где-то, наверное, истории 3-4 в день стараюсь, по крайней мере, размещать Друзья, вот знаете что? Кстати, Кристина правильную мысль сказала, что в историях можно готовить всякие различные вкусняшки Кстати, кто на меня не подписан, заходите прямо сейчас в мой инстаграм-аккаунт И там в историях я опубликовала вчера прекраснейший салат Легкий, простой, который, мне кажется, каждый из вас может повторить Все ингредиенты я тоже указала Я это вообще к чему? Дело в том, что мы, друзья, вас постоянно чему-то, возможно, учим Какими-то прикольными советами делимся и удивляем, возможно, тоже вас И если вы хотите удивить своих родных и близких, то тоже можете им что-то приятное приготовить И вот, кстати, компания «Пряный дом» – ваш друг и помощник Специи, приправы и торговой марки «Пряный дом» – это актуальные тренды Новое вкусовое решение, позволяющее раскрыть вкус даже самых простых блюд Так что вы, друзья, можете готовить свои шедевры, запечатлеть можно на камеру Разместить это все дело в инстасторис, отметить пин-код, а мы вам обязательно отреагируем на вашу историю Кстати, реагировать на истории нужно, потому что благодаря этому повышается ваша активность Так что не забывайте ставить всякие голосовалки, не забывайте ставить различные мемайские хэштеги и так далее Расскажите, чем вы завтракали, нам тоже это будет интересно Завтрак с пин-кодом можете поставить хэштег, и нас не забывайте всегда отмечать Но еще я хочу вам напомнить, что, друзья мои, мы есть абсолютно во всех социальных сетях Если вдруг вы пропустили по какой-то причине предыдущий выпуск, хотите пересмотреть сегодняшний То можете заходить на нашу страничку в ютубе, там есть все выпуски, весь свежачок там появляется Также, если вы вдруг не подписаны на нас в инстаграме, в тиктоке, то тоже туда добавляйтесь Увидимся с вами завтра на Беларусь 2 Всем пока-пока, друзья!